В 21-м столетии все чаще используют особый вид освещения, который связан с применением химических реакций. Вы наверняка видели подобное освещение в виде светящихся или световых палочек. Они нравятся людям потому что производят свет, не нагреваясь и красиво смотрясь. Люди используют их в разных целях. Как-то раз во время моего пребывания в одном отеле, в нем на несколько часов отключили электричество и гостей снабдили световыми палочками, чтобы мы могли перемещаться в темноте. Некоторые, кажется, не замечают того факта, что эта способность не нова. Не человек изобрел этот вид освещения. Он существовал еще с момента сотворения светляков и других биолюминесцентных существ. Светляки — это маленькие жуки, переносящие свой собственный фонарик. Вот это да! У этих насекомых есть особенное химическое соединение под названием люциферин и люцифераза, которые, реагируя с кислородом, производят яркий, но не греющий свет. Этот процесс называется биолюминесценцией, то есть эмиссией света живым организмом. Ученые на протяжении лет исследовали светляков и других биолюминесцентных существ в надежде научиться производить свет за счет химических реакций, не выделяющих тепла. Им это отчасти удалось, но они все же признают, что свет светляков и других биолюминесцентных существ во много раз эффективнее, чем тот, который они могут создать в лабораториях. Чем больше ученые узнают о светляках, тем больше они поражаются и их сложности. К сожалению, многие из этих же ученых верят, что светляки каким-то образом эволюционировали в течение миллионов лет благодаря случаю, времени и неуправляемым мутациям. Они отвергают очевидный факт, что сложный функциональный дизайн прибудет наличие Творца. Как писал апостол Иоанн, «И свет светит во тьме, и тьма не объяла его». Друзья, когда вы увидите светляка в своем дворе, остановитесь и подумайте над его поразительной способностью и, что более важно, о его великом Творце.